Сейчас я покажу видео, как мы пытаемся выживать в условиях отказавшего, замёрзшего водопровода и сильнейшей нехватки пить его воды, потому что таскать её очень тяжело сюда. Видите, дети просто обезумели, они настолько пить хотят, у них, видите, еда есть ещё. Они безумно, безумно хотят пить. Сейчас я их локализую и покажу. Благослови, Господи, дети вот все тоже хотят пить. Благослови, Господи, Машиного мужа. Который привёз нам сыворотку и сложил её совсем недалеко от курятника, в бытовке. Вот мы что делаем. Это была бутылка с сывороткой, замороженной. Мы её срезали. Получили вот такую глыбушку, полуторалитровую. И таких глыбушек я сейчас попробую на поилку уложить две, чтобы намного сэкономить количество воды, которую мне придётся за 50 метров тащить из дома, либо вот тут 5 метров до бытовки за сывороткой. Но обожрётся малость. Зато сейчас в морозе, может быть, это и не вредный лишний протеин. Зато пока я не отогрею, не решу проблему с водопроводом, и пока есть этот запас сыворотки в бытовке, а не в домашней морозилке, получается намного, намного меньше таскать. Вот. Смотрите. Главное, лишь бы не лопнула поилка, когда я сейчас буду горячую воду наливать поверх этой сыворотки. Но надеюсь, что это не случится. В следующую на воду с сывороткой получит мелюзга. Ну, вы понимаете, что он превосходит от прозавшего водопровода, ни о какой дополнительном мытье поилок не может быть и речи. Сейчас мы наладим немножко, я не восстановлю, надеюсь, хотя бы на второй этаж водоснабжения. Тогда можно будет сюда поднять уже и перемыть все поилки. А сейчас я наколола кусков этой сыворотки. Вот. И примерно половина порции воды у них будет сывороткой. Вот так. Вот она. Банк. Если вода достанется индюшатам, там еще довольно много водки тоже хотят, но они сейчас получат тоже с сывороткой воду более холодную. Им не к стиху, они не заперты в загонах, дождутся, когда сыворотка естественным путем отталит. Вот. Индюшатам. Самые жуткие писки это издают бройлеры. У них сейчас вот целая канистра, им пойдет ниппельную систему, за исключением того, тут уже без всяких сывороток ниппели могут засориться. Немножечко я отолью уткам от них и целую канистру, получат бройлеры, а дальше я пойду уже еще за следующей порцией для взрослых кот. Индюшатам удалось пихнуть аж три бутылки за счет того, что от одной мы откалывали для малышей. Ну вот, смотрите, как сильно утка хочет пить, она исследует канистру. Ну сейчас утки получат.